Сегодня, как и мы часто делали в последнее время, мы представляем вам программу, которая составляется целиком из русской музыки. Мусорского, Шостаковича и Чайковского. В первом отделении мы начинаем с начальной, можно сказать, интродукции к оперы Хованчины. Рассвет нас в Москве реке. И продолжаем с девятой симфонии Шостаковича. Мадис Петрович не дожил до момента, когда представили наконец-то его опера в Санкт-Петербурге. Это был уже 1886 год. Он умер пять лет до этого. Опера он дописал целиком, но не успел оркестровать целиком оперу. И, как всегда, пришел на помощь Римский Корсакович, который в рамках группы «Могучий Кучки», он всегда всем научил, надо так себя растить, надо так истать, надо так артестовать. А Муцарский, конечно, был практически самоучка. Поэтому он, получается, мне кажется, самоинтересный. Потому что настолько не в рамках правил, он просто сам по себе. И его оркестровки, конечно, гораздо сильнее. Они, может быть, грубоваты. Ну, вот он так чувствовал музыку. Конечно, рассвет на Москарике, это очень. Я надеюсь, что это нам дает поводу, да? Надежда на будущее. Рассвет, мне кажется, что это очень хорошее слово. Здесь важно, вдруг кто-то из вас замечает тональности, мы начинаем ми-мажорку, а потом меняем на ре-мажорку. А это очень важная тональность. А то заканчиваете минором. Ну, те, которые, есть люди, которые видят разные цвета, когда слышат музыку и слышат тональности, да, и ми-мажор – это синий, а ре-мажор – это золото. Да, так что, очень интересно. Ну, как минимум, все разбогатили. Сразу скажу два слова, тоже по поводу девятой симфонии Шостаковича, чтобы не была потом пауза, ну, чтобы не была большая пауза, потому что иногда дирижер тоже надо сконцентрироваться. Хотя у меня шикарный оркестр, он сам по себе играет. Это девятая симфония, Шостакович писал очень быстро, очень быстро, и она самая короткая из 15 симфоний, которые он написал. Это было написано сразу после войны, на самом деле в августе 45-го года, и он написал в течение, даже меньше трех недель, 19 лет. 2 августа начал, 21 августа закончил. Вот артикуль написано 30 августа, ну, мы знаем, что он закончил 21 августа. Здесь характер, конечно, музыки совершенно отличается от восьмой и седьмой симфоний. Ну, седьмой симфоний, мы знаем, та седьмая симфония, это та самая симфония, которая была использована во время плакаты Ленинграда. Кстати, как ни странно, пятая симфония Чайковского, которую мы используем для вас во втором одеянии, это, говорю о дне, но тоже была использована, очень шастливая плакат. Потому что она шиталась такая, для настояний. Вот. Ну, вернемся к Сергею Шустаковичу, если, конечно, особенно восьмая симфония, довольно-таки серьезная, очень серьезная музыка, врач, да, очень такая дежурная. Девятая симфония, сразу начинается флажор, и очень, очень такая, легкая, можно сказать. Примера была представлена в Санкт-Петербурге, где, конечно, тогда, в начале ноября 45-го года, 2-го или 3-го ноября, Евгений Марапинский дирижировал. И он же дирижировал примерно этой симфонии в Москве через несколько дней, в конце, в конце ноября. И, как ни странно, симфония не удержалась у него в репертуаре, у Мраменского не было огромного репертуара. Пятая симфония очень часто дирижировалась, седьмая симфония часто дирижировалась, девятая симфония, дальше не помогли. Ну, уже в 46-м году очень много стали дирижировать эту симфонию, даже, представьте, уже в Берлине, в Берлине, в 46-м году уже прозвучала девятая симфония. Сейчас они как дуранчика говорят, что нельзя играть в русскую музыку, это просто смешно. Пока плакада Ленинграда шла, в Ленинграде исполнялись симфонии Бетковида, симфонии Брамсона. Они откуда? Оттуда. Откуда Брамсона? Вот, последнее, что хочу вам видеть, это эпизод, который случился в 46-м году тоже, в конце 46-го года, ну, летом, в августе, через год, в июле, в августе. Был такой очень известный русский дирижер, Кусевицкий, Сергей Кусевицкий, в которых он уже давно в Америке. И он стал главным дирижером симфонического оркестра Бостона. И пригласил Дмитрия Дмитриевича в Бостон, чтобы он сам продерживал эту симфонию. И, может быть, сыграл первый в фортепиарной концерте, где придет фортепиара и трубанка. Пока еще нет, но будет. И, к сожалению, не состоялась поездка, но симфония смонялась, даже Кусевицкий сделал пробу, такую запись, и прислал Шустаковичу. Так получилось, что в партитуре не были написаны метрономы, которые Шустакович хотел. В симфонии идут довольно так. Есть очень медленные моменты, но она идет довольно быстро. И когда он услышал запись Кусевицкого, он сказал, что не надо, это очень медленно. Я не писал такую музыку, хотелось бы попыстрее. И он, конечно, написал Кусевицкий, еще раз сделал запись, и в этот раз, конечно, все нормально. Ну, мы будем стараться седрить. Это нам омеха к этому, Слава Шустаковичу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ